Антон, что я не знаю, я могу только поздравить, наверное, я видел только на видео, что у вас происходило, но я так понимаю, что эмоций у тебя много, да? Можешь поделиться вообще, какие сейчас ощущения в связи с тем, что осталось вот-вот-вот? На самом деле у меня очень печальные эмоции, потому что уже все заканчивается, как будто вчера только приехали. Мне на самом деле это обидно. Жалко, что я уезжаю отсюда. Уезжаю, и мне приходится прощаться со своими коллегами, со своими друзьями, с Юрой прощаться, потому что Юра не будет рядом, Юра не будет наставлять так, ругаться не будет, потому что Юра постоянно что-то говорил, ты так неправильно делал, надо так делать. Постоянно что-то говорил и переживал за меня, он сейчас переживает за меня. Мне кажется, Юра стал не только другом, но каким-то таким, можно сказать, братом. Это очень так приятно. Да, там были моменты, что я на Юру прямо злился очень сильно, думал, дайте мне что-нибудь, я Юру ударю. Но это была минутная слабость. Я перенервничал и уходил. Я думаю, за что я ругаю или за что я злюсь? Он же делает такие вещи, которые мы не делаем, а он делает и показывает нам. Он хочет передать такие шикарнейшие моменты, жизненные искусства, которые мы не умеем, он передает. Его научил великий человек Юрий Миронович. Теперь он нас учит. И вообще шикарно, что я даже сюда попал. Для меня это, наверное, жизнь поменялась. Сейчас я приеду в Иркутск, я буду стараться менять себя, стараться клиентов как-то доводить до ума, что это надо так делать, это надо так носить. Как я сейчас делаю стрижки, я буду именно говорить, что это так носится теперь, это надо так делать. У меня, знаешь, какое ощущение, вот я за это время сколько комментировал это видео, и вот у меня есть ощущение, что вы, вот эти вот 11 человек, вы как какие-то носители знаний, которые сейчас разъедетесь, выйдете особенными, правильно? Это и правильно. Есть такое ощущение? Да. Мы поменялись как-то. Вот я сейчас понимаю, что это совсем по-другому. Это как будто ты взял какую-то часть Юры, и ты ее должен как огонь принести в другое место, как семечко разделить и понести дальше. Это очень важно. Это та же мода, которую в журнале ты увидишь, но ты эту моду вот создаешь сам, вот от мельчайшей вот такого момента. Ну, мне вот как бы вот создаётся вот такой эффект. Но сейчас такое состояние печального, что мы сейчас все разъедемся. Например, каждое утро, что ты встаёшь и там ждёшь, когда там кто-то там встанет, Лейла или там Аня или Саша или Арслан, их не будет рядом, думаешь, а там Арслан ещё спит, ты думаешь, ты почему не встал уже в 9 часов нам выходить надо на учёбу, а его нету. Или там Саша уже блины стряпает, и думаешь, и будешь дома вот так думать, а блинов-то уже ещё нету. Или девчонки там уже сидят и ждут, когда же там кофе приготовится. Это вот на самом деле такая будет печаль. Весело вы там жили, я смотрю. Да, у нас там было весело. Мы постоянно какие-то ролики снимали, мы постоянно что-то делали. У нас дискотека 80-х была, и у нас это веселуха. Ты не скажешь, мне прям захотелось туда же. Ну вот у нас постоянно что-то происходило, и я сейчас понимаю, что вот этот момент проходит. Как будто ты только вот на один день приехал, и всё. Да, классный период заканчивается. Заканчивается. То есть у вас люди были в коллективе такие разные, и вы так объединились? Да, да. Просто когда приехали, когда мы заходили только, я всех просто вот так смотрел и думал, какие все люди разные. Я говорю, с кем просто здесь общаться? И думаю, всё время я буду, наверное, один. Потому что я с другого региона, я по-другому развит. Своя там профессия, свои там мысли, и по-другому суждения у меня. А оказалось, меня поставили на другой уровень. Ты как бы спустили с высшего уровня на обычного человека, и показали, что жизнь-то совсем другая. Это совсем так просто, что нельзя быть, например, высоко… Ну, можно сказать, что когда приехал, может, так высокомерность показал. И мне показали, что это на всем не нужно быть таким. Надо принимать жизнь такую, как она есть. Это так здорово, и жить в кайф – просто классно. И когда мы в Самшитку ходили, просто мне понравилось. Даже когда я в воду залез. Так здорово, я так кайфанул. Просто всем, конечно, не сказал, что я кайфанул. Но мне кажется, показали камеру. Да. Слушай, то есть как будто здесь, вот я про тебя говорю, как будто сняли что-то лишнее, да? Сняли лишний груз, сняли лишний вот ту… Ту энергию, которую мне прошлый год принес. У меня была небольшая такая семейная трагедия, которую я никому не рассказываю, никому не говорю. И не хочу делиться с этим, потому что это не стоит здесь делиться, потому что не хочу я об этом. Зачем я об этом? Но когда я здесь ощущал, когда мы, например, какие-то мероприятия проводили, я себя пытался даже ощущать, что это классно. Даже та же Самшитка мне раскрыла по-другому. Я увидел людей по-другому. Для меня это было прекрасно. Сочи, вот даже сейчас нахожусь, Сочи для меня это очень такой… Я в раю. Вот это для меня было очень ощущение такое. Вот что я сейчас, скоро уезжаю, для меня как-то больно. Что я потеряю какой-то, ну, как кусочек рая. Планы какие? Планы? Ну, когда я приехал сюда, я думал, вау, может сюда переехать. Как бы жить здесь. Потом как-то у меня это все помекло. И сейчас пока что планы вернуться домой, потому что дома меня ждут. И пока что о переезде временно я закрылся. На самом деле были планы о переезде в другой город, даже в другую страну у меня были планы. Но пока что вот нет такого. Пока закрыт. Но временно. Может быть, может быть, я когда-нибудь и сюда вернусь. Может быть. А как ты вообще решился поехать сюда? Все-таки не дешевое образование? А как ты решился? К Юре я уже два раза ездил. Юру я знаю, наверное, сейчас скажу. Ну, где-то с 2006 года, когда я закончил лицей. Он еще участвовал, наверное, даже… А, он не участвовал. Его печатали в «Долоресе» как моделью. У меня где-то даже дома лежит «Долорес» с его фотосессией. И я просто… Ну, модель Юрия Жданова. Ну, вот как-то вот так вот. А потом в «Одноклассниках» я его нашел в мастер-класс Юрия Жданова. И заинтересовался. И сначала писал ему, и как бы, я хочу к вам попасть. И где-то в 13-м году я только попал к нему. Первый раз. Потом в 15-м году второй раз повторно. И вот сейчас я Юре 15-м говорю, «Юра, я к тебе приеду на хэнкрафтинг». Он посмеялся. Я говорю, «Я гараж продам». Он говорит, «Да перестань». Он говорит, «Представь, Ира, он гараж продаст, приедет». И Ира тоже посмеялась. И проходит время. Ну, сколько там? Ну, можно сказать, год прошел. И я приезжаю сюда. Нет, заработал деньги. Я просто цель, если я что-то хочу, я ставлю цели. Я иду к цели, я зарабатываю. Я работал без выходных. Ну, там были какие-то выходные, но я ставлю цели всегда. Так же с учебой, например, в Лондоне ездил. Когда я ставил цели, я зарабатывал деньги. Там такие были, занимал деньги, отдавал. Но я ездил. Так же и здесь сделал. Если я ставлю цели, я иду к цели. Если что-то надо, я всегда делаю до конца. Что в тебе поменялось за время с начала первого дня и сейчас? Какие ощущения? Ну, как бы в плане профессионального стал еще лучше? Насчет профессионального стал ли я лучше? Вот этот вопрос. Может, уверенность? Насчет, что уверенно, да. Потихоньку уверенность начала прибавляться. Потихоньку. Но, мне кажется, это будет приходить уверенность тогда, когда мы будем уже стоять и отрабатывать те или иные стрижки. И плюс у нас придет уверенность, когда мы будем вообще полностью делать от начала до конца весь процесс, без помощи Юры. Вот тогда будет уверенность. А тут мы маленько... У нас, понимаешь, было совсем мало практики. Ну, потому что мы первые, мы пробный вариант. Хотелось бы больше практики. Так же на живых людях. Так же, может быть, на каких-то... Ну, болванки были, это бесспорно. Но практики было маловато. Хотелось бы больше. Какие-то сложные вариации. Какие-то там еще... Ну, просто. Тогда бы и уверенности, может, прибавилось. Вот это, как бы, вот такой вариант. Ну, ты будешь в своем городе, я не знаю, как-то, именно соблюдать все, что ты здесь получил. Может быть, и сотрудничать с этим дальше? С Юрой? Да. Насчет соблюдения техники правил, да. Я обязательно это буду. Что прямо вот до тошноты. Потому что, когда степы я проходил, я полностью там что-то его... Моменты там вот это полностью доделывал, что прямо... Даже сегодня вот мне Юра сказал, что вот это там неправильно делал, там это... Я понимаю, что я что-то сделал не так. Я какие-то моменты не так делал. Я отступал от своих там технологических процессов. Я... Очень важно для меня было это услышать. Я думаю, я приеду, я себе пропишу свои ошибки, я пропишу, что мне надо сделать по правилам. Правильные технологические процессы. Я буду эти ошибки свои вычеркивать и как бы сжигать это все. А что работать дальше с Юрой? Если Юра меня возьмет в свою команду, я с удовольствием подпишу с ним договоры и буду дальше работать. И если он согласен, то с удовольствием. А виды за двойки не осталось? А знаешь, даже с удовольствием была та поставлена двойка. Я... Знаешь, это было, можно сказать, с моей стороны шутка такая. Ну, поставил да поставил. На самом деле в школе не было двоя. Пытался как-то... Ну, если ставили, но... Я, видишь, много школ поменял в свое время. И не было, я как бы исправлял их. Если даже и было. На памяти я не помню, что по двойке были. Ну, то есть сейчас у тебя не осталось никаких... Я не помню злости. Нет, вот то, что Юра тебе двойку поставил, нету злости никакой. Нет, нормально все. Нормально все. Нормально все, хорошо. Ну, поставил, да поставил я. Ну и последнее, Антон. Можешь сказать, что думаешь просто в камеру, да? Передать привет родному городу, друзьям, родным, близким. Ну, такие слова я бы хотелось бы сказать. Ой, что сказать. А поддержку можешь поблагодарить? Родному городу. Родной город Иркутск. Я 21-го числа вылетаю в Иркутск, а 22-го утром рано я уже буду. Но не ждите меня, я только 27-го выйду на работу. Я еще буду несколько дней в отпуске. А что я еще хочу? Дорогие мои родственники, кто меня знает. Ко мне не приходите пока что, я буду отдыхать, отсыпаться. Я буду отсыпаться. Но всех вас жду. И да, что я хочу еще сказать. Я хочу, чтобы те, кто приедет к Юре сюда, сразу же понимали, куда вы едете, что вы хотите получить, какие знания. И были готовы к переменам внутренним и моральным. Потому что вы едете на переосмысление самого парикмахерского дела. И будьте готовы к тому, что вы будете совсем другим человеком отсюда. Все. Класс. Молодец.